Мордовский природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Назван в честь государственного деятеля Петра Гермогеновича Смедовича, уделявшего много внимания вопросам охраны природы в стране. Расположен на территории Темниковского района в северо-западной части Мордовии. На севере граничит с Нижегородской областью. Общая площадь заповедника более 32 тысяч гектаров. Заповедник стал пристанищем для редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу. В результате пожара в 2010 году повреждено более 12 тысяч гектаров лесов и других природных объектов заповедника. Ущерб составил не менее 383 миллионов рублей. 3 августа 2021 года заповедник вновь оказался во власти огня. Субтитры создавал DimaTorzok Острые темы приехали в Темниковский район. Мы сейчас находимся в заповеднике имени Смедовича, заповедной Мордовии. Что известно, отсюда 3-го числа стали поступать сообщения о том, что произошло возгорание в глубине леса, где-то на границе с Саровым. Сначала говорили о том, что площадь пожара небольшая, там всего 2, а то и 10 гектаров. Но пожар из-за сухой погоды и ветреной быстрее увеличился. В итоге 6 августа прислужба МЧС сообщает о том, что площадь возгорания уже 850 гектаров. Мы решили лично проверить все, что здесь происходит, потому что информация была, что здесь работает около 500 человек, все ликвидируют пожар, и все добиваются только одного, чтобы он не пошел в верховой и не перекинулся на населенный пункт. 3 августа поступила информация о задымлении в одном из кварталов. Выехала оперативная группа реагирования на такие случаи из заповедника. Через около 40 минут нашла очаг возгорания, но безветренная, очень сильно ветреная погода, шквалистый ветер, который вот, насколько я помню, там даже в Шайгово внес ураганный такой ветер. Вот он прошел там фронтом, и мгновенно все разнеслось. И ситуация к вечеру стала практически малоконтролируемой с нашей стороны. Хотелось бы понять, все-таки огонь начался со стороны Мордовии или Сарова, или Рязани? Откуда пришел он? Очаг был возгорания в нашем квартале. Очаг возгорания, скорее всего, отступой грозы, потому что в том месте чуть севернее были дожди, по нашим сведениям, и, соответственно, южнее дождей не было, но были грозы. Гроза сухая. Мы такие случаи в 2019 году фиксировали неоднократно. То есть сухая гроза, а что это объяснить? Сухая гроза – это молния, которая может ударить в любое место, но при этом нет дождя, то есть нет воды. Это сухая гроза. Понятно. И, в общем, сейчас вот там люди, они, ну, получается, только на ночь, а с работы останавливаются или как? Да. Мы начинаем работу с трех часов утра. Заканчиваем, когда начинается меркаться. Это где-то половина девятого в девять. Здравствуйте, красавицы! Здравствуйте! Хорошо сидим! Мы приехали, вот узнали, у вас там горит в лесу. Ой-ой-ой! Боитесь, нет? Мы приехали в 2010 году, у нас все горело. Как вы пережили тот период? Ну, переживали, все, книжки собирали, акции в алифтильниках. Документы тоже. Документы в первую очередь, прям собрать и... У вас сейчас? Да. Документы собрали, да? Да. Ну, то есть, как бы, несмотря на то, что вы так спокойно сидите на лавочке и так трепещете о чем-то, тем не менее, вы уже, так скажем, подготовились, да? Если что, к эвакуации, да? Конечно, если такая ситуация... В случае чего, знаете, как себя вести? Вдруг вот огонь будет подходить. Подходить? Да, сюда. Документы и убегать. Документы и убегать. А что делается? Ну, в принципе, да. Просто жалко, холодильник у меня очень импортный, хороший. Кому чего? У кого холодильник? Понятно. Я сегодня была свидетелем того, что вы привезли двух парней, прям очень жестко так это вызываете полицию, вы подозреваете их в чем? Я подозреваю в том, что они могут разносить панику. В первую очередь информационную панику. То есть, они не должны присутствовать там, где занимаются активным, в том числе, тушением, например, пожар, занимаются своей работой. Другие люди, которые имеют определенные полномочия и права. То есть, вы не поверили в их слова по поводу, но они хотели помочь, как волонтеры там, потушить? Как волонтеры могут прийти спокойно или обратиться в нашу администрацию, могут обратиться в ГУ, МЧС в том числе, да. А как они вообще проехали? Они не проехали, они прошли, в том-то и дело. То есть, они без машины пошли? Машина у них оказалась в поселке, и они 5 километров шли пешком. 5 километров? 5 километров. Я их нашел в 408-м квартале, это 5 километров к северу от поселка. А вы их как застукали? С телефоном? Да, у них два телефона. Снимали или не снимали, я не видел. Но, вы знаете, с одним телефоном идти на помощь... А как вас поймали? Мы уже шли обратно. Так. Директор заповедника у вас? Ну, директор заповедника. Что, бежать пытались? Нет. А что, сказали? Капитат, все-таки сказали. А почему человек так заволновался? Ну, может, от зла, может, переживает. Что вы могли поджечь, да? Да. Ой, что ты рваный весь. Я же сказал, я же сказал. Я в чистой одежде не готов тушить пожар. Ну, подожди, мне вот только одно интересно. Ты говоришь, что вы пошли тушить, помогать. Но при этом ничего с собой не взяли, ни лопаты, ничего. Как тушить-то собирались? Махать? Да махать, пофиг бы, как. Главное потушить же. Что-то ты не то говоришь. Я серьезно говорю, поехали на детектор уже. Ну, подожди, слушай, они на федеральном канале, и у меня не шел детектор уже. Я тебе к тому говорю. Обычно берут что-то с собой, там, тушить-то, да? А ты вот так, что ли, поедешь? В том году мы вот тоже поехали к друзьям с Атюрем, на сайте не тушить. И что? Чем тушили? Помогали даже те же самые рукава перетащить. Там, потому что пожарники, они уже устают все равно. Рукава же надо перетащить. В общем, сейчас мы находимся в 7 километрах от администрации заповедника, от здания. Здесь начинаются очаги вот этих пожаров. Горит сухостой. Это с 2010 года. Пойдемте, посмотрим. Вот, мертвый лес. Это вот с 2010 года остатки. В общем-то, сейчас бульдозер расчищает противопожарную полосу. То есть, видите, да? Для техники. Потому что вот дым и огонь, собственно, уже подходят к этому участку заповедника. Поэтому надо расчистить полосу. И здесь потом, как там, выстроят вот пожарные машины, которые будут проливать, собственно, огонь, чтобы он не перекинулся туда. Вон сколько сухостоя. Все мертвый лес 2010 года. Слушайте, у вас машины стоят рядом огонь. Это опасно? Потому что у вас шланги. Рукава пожарные, да? Ясно. И вы вот так вот стоите, вот это вот и ждете. Так, а будем стоять. Нас выстрелили, будем стоять. А вы в 2010 году работали? Если будем приходить, будем, да. Помните, да? Ну, вот, значит, можете сравнить. Вот есть разница вот между тем, как тогда начиналось. Понятно, что тогда было больше двух месяцев. Это все не повторится ли, не дай богу, Господи, баха, такого вот. Вот я могу тоже самое сказать, что не дай бог. Не дай бог. Что повторилось. Правильно вот ночью, что потише пожар? Конечно, давление падает. Тут же нельзя портить деревья. Я смотрю, просто бульдозером так мощно все убираете или как это? Во-первых, это все горельник 2010 года. Во-вторых, как бы, ну... Приходится жертва в чем-то, да? Ну, иначе тут все сгорит вплоть до. Ну, связи здесь вообще никакой нет? Я так понимаю, мы вас искали. Ну, почти никакой. Почти никакой. И, в общем, вы отвечаете за то, чтобы здесь сделать эту полосу, да? Ну, за этот участок, да. А сколько километров примерно это? Ну, пока вот километр будем делать, потом мы идем на юг. Будем южнее. Еще дальше, да? Отбивать коронку. Ну, конечно. Еще дальше. В общем, просто расчищаете, чтобы вот здесь, если что, техника расположилась? Нет, чтобы здесь огонь не смог перекинуться. Потому что есть много участков, где огонь... А вы считаете, что он не сможет, даже если сильно ветром дунет? Нет, он здесь не сможет уже. Нет? Но, во всяком случае, тут можно будет уже легко остановить. Обычно огонь, как дерево горит, падает, и по нему, как по мостику огонь переходит, да. А деревьев уже нечего падать. Все далековато. Я что-то за вас переживаю. С вами нет никакой связи, а в случае чего вы что будете делать? Нет, почему есть. Я, собственно, тут без связи. Нету. Хоть какой-то... Телефон не ловит. Маленько ловит. Маленько. Даже выхожу на связь. Возле правого дерева, да? Ну да. Нет, здесь работать определенно очень тяжело, потому что... Ой, прям плачу. Ветер меняется. Сейчас в ту сторону. Ну, вообще, говорят, что за какое-то время небольшое он может поменять свое направление четыре раза. Во-первых, ограничения есть определенное с водоснабжением. Так, какие? Да. В источнике водоснабжения имеются, но до места пожара несколько километров. А ведь цистерны на сколько хватает? Работает? Минут на пять? Зависит от емкости цистерны. Ну, в среднем 3-4 куба цистерны, да, это 5. Ну, может быть, 15 минут работы, если экономно ее использовать. Ну, смотрите, они пролили дальше, сколько километраж делают? Нет, вот как раз смысл в том, чтобы нам ситуацию удержать в этих границах. Потому что протушить такую площадь, какая сейчас имеется, ну, сами понимаете, это, в общем-то, из области фантастики. И человечество пока не обладает такими технологиями и таким ресурсом, чтобы это протушить. Ну, за исключением авиации. Ну, и авиация не всесильна, хотя вот сегодня она нам очень хорошо помогает. Потому что были сделаны сбросы, очень, так скажем, грамотно, профессионально. К нам так прилетел не 8, а 2, это штука, да? Да. И 200, и 2, и 86, я знаю, что... 76. 76. Я знаю, что с ними, с этими самолетами помогло Министерство обороны. Ну, в первую очередь, помог временно исполняющий обязанности главы республики Артем Алексеевич Здунов, который обратился в Министерство обороны с просьбой об такой помощи. И эта помощь пришла к нам очень оперативно. Буквально через считанные часы после обращения. Причем работа началась уже вчера, сегодня она продолжается. И мы рассчитываем на то, что значит, при необходимости завтра мы также эту помощь получим. Ну, за что болит голова сегодня? Голова болит за устранение, за локализацию пожара и устранение в целом в корне данной ситуации. По поручению прокурора Мордовии Василия Щербакова была организована проверка по факту возникновения и тушения на территории Мордовии Государственного природного заповедника имени Смедовича крупного лесного пожара. Первый заместитель прокурора Александр Иванов в ходе анализа ситуации на месте выявил нарушение законодательства о пожарной безопасности. А именно, как считают надзорным ведомстве, ответственные лица вовремя не приняли эффективных мер по предотвращению распространения огня и тушению пожара. В этой связи директору заповедника Александру Ручину и начальнику республиканского управления МЧС Андрею Наумову внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий им способствовавших. Андрей Геннадьевич, я знаю, что вы здесь не первые сутки, вижу, вы очень уставший, но тем не менее, спрошу. Неужели так заметно? Заметно, поверьте, но вы же тоже человек. Спрошу. Знаю, что сюда приезжала прокуратура. Знаю, что она провела проверку и очень так нелестно отозвалась о том, что здесь, в общем-то, происходит. То бишь, есть нарушения правил пожарной безопасности. Могли бы вы как-то прокомментировать все-таки их, так скажем, результат. Пока я комментировать, наверное, не стану этот результат. Почему? Потому что... Ну, во-первых, я еще это представление не видел. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что все-таки полномочия МЧС России это тушение пожаров в населенных пунктах. Защитных пунктах. Тушение пожаров в лесах это полномочия либо Министерства лесного хозяйства, Вы же знаете, что лесников сократили. Вот и получается, что мы вышли сами родили проблему, которую сейчас всем миром пытаемся решить. Для тушения таких крупных пожаров сил наших учреждений, которые занимаются ОПТ, никогда хватать не будет. Потому что площади достаточно большие, огневое воздействие тоже серьезное, сильное, и у нас никогда нет, и не было никогда таких штатов. Вот там, где находится очаг возгорания, вот скажите мне, пожалуйста, есть ли населенные пункты, которые, ну, так скажем, практически рядом, вот, которые, может быть, вы будете отбивать дальше что-то? На северо-западной кромке сегодняшнего очага у нас находится, ну, примерно, в 5-6-километровой зоне два населенных пункта Романовка и Расстанье. Расстанье. Да. В настоящий момент организуется в данных населенных пунктах охрана и их патрулирование постоянное. Сейчас там уже стоит Тенегушевская пожарная часть. В общем, встали мы, зарылись. Надеюсь, сейчас нас кто-нибудь вытащит. Крепко сели, да? Очень даже. Очень даже. В общем, все грязные, встали. Какие еще ждут меня приключения в заповеднике, не знаю. Ну, такая у нас работа. Будем надеяться на лучшее. Мы приехали в эту самую деревню Расстанье, да? Пожарные машины пока мы здесь не видим. Хотя местные жители говорят, что она была. Пожарную технику сейчас стянули вот туда. Там находится деревня или село, вот точно не знаю, Романово. Вот там стоят две пожарные цистерны. Вот что самое интересное, смотрите, пожарным машинам пришлось делать крюк из Мордовии через Нижегородскую область. Это больше 120 километров, чтобы сюда приехать. А все дело в том, что прямая дорога, которой можно 12 километров сюда приехать прямо, ее нет. Она, в общем-то, собственно, не действует. И, в общем, приходится затрачивать время, бензин. Ну и, наверное, целесообразно ставить вопрос, так скажем, о том, чтобы эту дорогу сделали, и уже и люди напрямую могли ездить, а не вот так через Нижегородскую область сюда попадать. Вы здесь живете, да? Летом, летом приезжаю. Откуда вы приезжаете? С Сарова. Мы все с Сарова. А, вы с Сарова, да? В Мордовскую деревню. Наша родина, это наши родные дома остались после родителей. У всех свои родительские дома, и вот мы. Ну, скажите, есть ли у вас опасения как вот по поводу? Сейчас прям вот нас спасает, а то ведь мы вот задыхали здесь два дня-то задыхали. Сильный дым был? Очень сильный. Ну, сейчас просто ветер, наверное, поменял направление, да? Да, сначала вот сюда доходил, а теперь, видите, уже пошло все туда, все тушили здесь. То есть надежда у вас есть, то, что уйдет? Есть, сначала мы прям-таки были в таком... Перепугались? Очень, очень. Было страшно, мы боялись. Здесь все было у нас гарь. Мы утром проснулись, пепел. Это какого числа? Это сегодня. Проснулись, был пепел. Но потом вот приехали, начали гасить, вроде бы все утихает, просветлило. Дайте подойдем, там больше лес видно. Вот туда? Да, да, да. Все равно. Вот. А пепел шел, да? Пепел? Да, пепел летел. Видно, был ветер. Оттуда вот, с той стороны. С той стороны, да, на нас дул прямо это, был ветер. И пеплом было вот, у теплиц все было закрыто пеплом. У вас какие-то средства тушения есть? Ну, мы заполнили все емкости водой. У нас вот есть, видите, скважина, и мы как бы заполнили. Вот единственное, мы говорим, хотя бы нам свет, если не отключат, мы как-то будем спасаться вот водой. А так? А так ждем. Все зависит от погоды. Ну, как часовые, наверное, на проверку. Конечно, мы ночами же не спим, тоже выглядываем, смотрим все время на чеку. Ну, дай бог, дай бог обойдется, да? Десятый год выявил очень много проблем, я помню, в Мордовии, в плане безопасности пожарной. Этот пожар 2021 года. Есть ли какие-то проблемы, которые необходимо еще решать, о которых вы можете сказать вслух? Основным вопросом, наверное, является все-таки необходимость ликвидации горельников, оставшихся после 2010 года. Ну, надо учесть, что это заповедная зона, да? Да, а вот в этом-то вся и суть, учитывая, что это заповедная зона, особо охраняемая природная территория, законодательно сегодня запрещено что-либо делать, в том числе и с этим горельником. Но этот горельник является причиной. Так я просто говорю, это же мина за медленное действие, правильно? И то, что опять сухая гроза, и опять то же самое вот может повториться. И столько сил, столько средств. Как-то, не знаю, выходить Мордовия, может быть, будет с каким-то вашим предложением, там, нет? Или это все так? Ну, безусловно, будем делать что-то. В этом мере будем. Дешевле вывезти весь валежник. Совершенно верно. Кстати, вот в 2010 году была попытка оценить стоимость этих работ, очистки, и звучали цифры 800 миллионов рублей, то есть близко к миллиарду. Это было в 2010 году. Ну, кстати, это запрещает сделать федеральный закон. Ну, здесь заповедная Мордовия, заповедная зона. Совершенно верно. И все процессы, которые происходят на заповедной территории, они должны идти естественным путем. То есть, если дерево упало, оно перегревает. Если оно сгорело, то оно там улажает гнить, и так далее. Хотя прекрасно надо, вернее, при этом надо понимать, что после того, как мы здесь потушили, да, или приняли участие в тушении, ну, о природных процессах уже речь не идет. Вот, потому что огромное количество техники. Да, да, да. То есть, мы делаем все то же самое, что нужно было бы сделать при расчистке и при уборке этой территории. Только мы это делаем в аварийном режиме, в аварийной ситуации, и, значит, без какого-то проекта и так далее. Это все можно было бы сделать за эти 10 лет. Я считаю, что это все вполне можно было бы сделать. Но, к сожалению, неоднократные обращения руководства Республики Мордовия, руководства Нижегородской области, Федерального ядерного центра, полномочные представители ППФО, они, значит, ушли просто-напросто, как вода в песок. Ага. И до сих пор, к сожалению, решение это будет. Надеюсь, что рано или поздно в нашем законодательстве дойдет рука до этого, да? Да, дойдут руки до таких вот ситуаций, которые, ну, надо положить на чашу весов. Что дороже для графа Республики Мордовия? В соответствии с правилами тушения лесных пожаров, функции по тушению лесных пожаров, а также координации и организации всех сил и средств, зависимых в тушении, возложены на Рослесхоз России. МЧС России участвует в этой работе в соответствии с ослабленными планами тушения лесных пожаров и запрещенными соглашениями. Пожарный МЧС, работая в лесу, работает под руководством сотрудников Рослесхоза. Но, тем не менее, мы хотим отметить, обратить внимание на причины, которые, возможно, являются теми причинами, когда у нас горят леса. Первое. Это фактически несоответствие документального закрепления границ лесных участков с реальным состоянием дел на земле. Это я говорю о том, что города разрослись на лесную территорию, а лес занял сельхоззелы. Поэтому для определения ответственности заинтересованных сторон тушения пожаров необходимо четко определить границы лесных участков, а также их ведомственные принадлежности. Все это возможно только в рамках плановой инвентаризации. Второе. Отсутствие ответственности арендаторов по тушению лесных пожаров. У нас интересная ситуация возникает, когда в лесном кодексе прописана обязанность граждан по тушению обнаруженных пожаров, а для арендаторов лишь принятие участия в учреждении мероприятий по тушению лесных пожаров. На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на ренуемых лесных участках, как это было до 1997 года, и прилегающих территорий, 5 км от границы арендованного участка. Установить ответственность за неприятие мер и нарушение конкретного предельного срока, естественно, с учетом сложности пожара, по локализации и ликвидации лесного пожара, а также выхода его за границы арендованного участка. Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъект. Довести до норматива штатную численность работников лесной охраны. По сравнению с советским периодом численность в 4 раза меньше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok